Международный фестиваль «Славянское единство» уже долгие годы служит площадкой для укрепления славянского мира и развития добрососедских отношений приграничных регионов Белоруссии, России и Украины. Масштабный форум всегда проходит в дружеской атмосфере и еще раз напоминает, у нас общая история и общие корни, а потому о разногласиях не может идти речи. Торжественные мероприятия начались в шествия под названием «Большой славянский хоровод». Несколько тысяч человек – представители власти, общественных объединений, молодежь, спортсмены – прошли по главной улице города Клинцы. Зрелище получилось поистине масштабным. Далее основное действие переместилось на главную площадку праздника в центре города. «Большой славянское единство уже 48 лет является символом нашей нерушимой дружбы и добрососедства. Он не был создан по приказу властей, а зародился в сердцах и душах славянской молодежи. Идея, которая почти полвека назад стала основой для ежегодных встреч – это желание сохранить историю, традиции, культуру и многовековую связь наших славянских народов. История славянских народов многогранна. Мы связаны общей исторической судьбой, христианскими традициями. У нас свой особый путь. Пусть общие истоки славян напомнят всем, насколько необходимо нам быть вместе, жить в мире и в согласии». За последние годы фестиваль «Славянское единство» стал одним из крупнейших международных событий, объединяющих славянские народы Белоруссии, России и Украины. Каждый раз участниками становятся десятки тысяч жителей трех стран. Я сегодня рады стоять на этой сцене, где пролунало поруч с российским гимном два других гимна – гимн Белоруссии, гимн Украины. Они пролунали во имя нашей дружбы, нашего братства. В этом году фестиваль посвящен теме детства. Лозунг форума «В наследство детям – счастье на земле». Сюда приехали около 1500 талантливых представителей нового поколения. Победители интеллектуальных конкурсов, спортсменов и творческих ребят из Брянской и Гомельской областей. «Фестиваль является большой творческой лабораторией по раскрытию потенциала молодого человека. Вам удалось собрать одаренных детей, талантливую, перспективную и активную молодежь и дать возможность продемонстрировать, на что они способны». На площадке детского славянского фестиваля «Созвездие талантов» юные звезды демонстрируют свои музыкальные и танцевальные способности. А на выставке предприятий Брянской области – презентация возможностей народно-хозяйственного комплекса. Кроме этого, предусмотрено и знакомство с культурным наследием славянских народов. Мастера декоративно-прикладного искусства раскрывают посетителям секреты лозоплетения, гончарства и резьбы по дереву. Особой популярностью пользуются белорусские народные костюмы. «Спрашивают, все восхищены вот этой нашей культурой белорусской, национальной. Я сегодня столько слов слышала от россиян, что я за всю жизнь, наверное, столько не слышала. Людей поток нескончаемый, идут, идут, и все первое слово – ох, какая красота!» Чтобы праздник запомнился, гостям предлагают и множество различных сувениров. Один из самых оригинальных представил кузнец Сергей Слесарев. Это монета с изображением эмблемы фестиваля. «Печатаем, чеканим монеты. Просто вот такая заготовочка, обыкновенная заготовочка кладется сюда. И любой желающий может отпечатать эту монету на память. Монетка память о празднике получилась». Праздник проходил в приятной и дружественной обстановке. На лицах людей улыбки, вокруг слышен звонкий детский смех. «Масса доброжелательных, добродушных людей. Все улыбаются, все счастливы, все как-то уважительно друг к другу относятся. Замечательный праздник». «Эмоции только положительные, потому что праздник душевный. Он объединяет всех славян. И очень хорошо, что такая традиция существует. И народы наши братские поддерживают с удовольствием участие в этом празднике каждый год». Фестиваль «Славянское единство-2017» завершился на яркой красочной ноте. Самые лучшие воспоминания у всех участников наверняка останутся надолго. Напомним, главной темой форума стало детство. И не зря говорят, что дружба народов начинается с детей. А потому хочется верить, что зародившиеся здесь искренние дружественные связи послужат укреплению исторически нерушимого славянского единства. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Специально для программы «Новости недели». Специально для программы «Гомель». Продолжение следует...